Сегодня в Волгограде продолжается строительство храма Александра Невского. Уже больше года на объекте возле главной площади города кипит работа. Сегодня стены храма уже возвышаются более чем на 9 метров и отчетливо видны даже издалека. Рабочие готовятся установить кружало, которое специально изготовили на одном из волгоградских предприятий. Для чего нужна такая конструкция, знает Евгений Кулькин. Почти 10 метров в высоту собор Александра Невского уже виден издалека и привлекает внимание как волгоградцев, так и гостей города. С начала стройки прошло немногим больше года, а сейчас на площадке собирают и готовят к установке кружало. Элемент, который в скором времени займет место над главным входом в храм. Прочная металлическая конструкция напоминает арку. Она здесь временно нужна для кладки каменных или кирпичных сводов зданий. Как только раствор затвердеет, ее демонтируют. Кружало стали использовать еще на Руси, правда тогда конструкцию собирали из дерева. Использование оригинальной технологии не отвечает современным требованиям безопасности. Продолжается возведение кирпичных стен, монолитных железобетонных конструкций, вспомогательная площадка металлоконструкции под леса. И металлоконструкции, вот вы видите, собираются. Это арка центрального хода. Александр Невскому собору выпала нелегкая судьба. Простояв совсем недолго, он был взорван в 1932 году. В 2015-м принято решение о начале строительства, а в 2016-м заложен первый камень в основании будущего храма. Оригинальный собор был построен больше века назад. Внешне храм – точная копия. Но технологии и материалы за десятилетия шагнули далеко вперед. Несущие железобетонные конструкции помогли уменьшить толщину стен более чем на треть, увеличив внутреннее пространство. Корректировка произошла только внутренних объемов. С учетом применения железобетонных конструкций, мы максимально сохраняем внешние габариты и внешний образ собора, который существовал в 20-м веке. Отдельную сложность воссоздании вызвали декоративные элементы колоннады. Для них применяют необычный кирпич разных размеров, окончительную форму придают только вручную. Строители отмечают, что работа над храмом для них довольно необычна, однако квалификация позволяет выдерживать сроки, а главное – качество проведенных работ. Возведение храма планируют завершить к 2020 году. Евгений Кулькин, Александр Думов, Вячеслав Иванов. Вести. Волгоград.